Вот те Ямайка, 238 номер, в этом году имеет результат 7,04 секунды. Вот она, 238 номер, встроенная эта красавица. И рядом с ней Катрин Краббе, Германия. Ну та самая, которая отличилась на летнем чемпионате Европы, там в спринтерских дистанциях доминировала. Мы сразу давайте с вами уговоримся, мы не будем особенно касаться летних чемпионатов. Речь идет о зимних состязаниях, которые стали, в общем-то, самостоятельным видом спорта, самостоятельным видом легкой атлетики. Итак, полуфиналы, четыре первых участницы сразу выходят в финал. Ну вот, вы видите, в желтенькой маечке. Ну, что называется, никаких надежд не оставляешь. Своим соперником, Марлен, Марлен Кольки, 7,8 соток. Ее результат, это, кстати, лучший результат среди всех участниц забегов. Ведь утром проходили забеги. И Ольский тоже имел лучший результат, 7,16 соток. Вот сейчас 7,8 соток. Вот так красиво сверху этого небольшого, относительно по современным меркам. Ну, здесь около 8 тысяч зрителей совместно, вместе с судьями, вместе с арбитрами, вместе с журналистами. Вот на этих трибунах только что на Вехоньково с иголочки дворца спорта. У нас будет время сегодня еще с вами поговорить, расскажем о том, кто есть кто, расскажем, что это за спортивное сооружение, как проходят здесь состязания. Ну и, в общем-то, как мы с вами ожидали, Марлен Отти и Катрин Краббе, они и здесь, и были, в общем-то. Ну, что касается Отти, тут все понятно. Гвен Торренс, серебряный призер чемпионата мира 89-го года, а чемпионаты мира в закрытых помещениях проводятся раз в два года. Так вот, американка Гвен Торренс здесь тоже в числе финалистов. Ну, что касается рекорда мира, то он очень быстр, за 7 секунд в свое время пробежала эту дистанцию Нелли Фир Куман. Голландка, и вот рекордсменка мира и выступит в следующем забеге. Ну, а пока вот посмотрите еще и еще раз повторы. Разворачиваются события в вечерней программе. И давайте мы с вами побеседуем. Итак, мы с вами в городе Севилье и смотрим за чемпионатом мира по легкой атлетике. Итак, Отти, да, все-таки Торренс была второй. И третья финишировала Краббе. Ну, четыре участницы выходят в финал. Вот это очень уютная такая арена. Это очень уютная такая арена. Это состязания в залах были прерогативой американских спортсменов. Ну, проводили состязания и в Париже. И вот постепенно, вы не поверите, но удивительно, но факт. Я уже об этом писал в своей, так сказать, вступительной статье в газете «Говорит и показывает Москва». Ну, сейчас называется она «Семь дней». О том, что у легкой атлетов, у самого популярного олимпийского вида спорта, самого старого олимпийского вида спорта, чтобы с него пошли и древние олимпийские игры. В 1776 году до нашей эры ведь соревновались только легкой атлеты. Не было своих чемпионатов мира. Были соревнования по программе олимпийских игр, а своих чемпионатов мира не было. Так вот, в 83-м году был проведен первый летний чемпионат мира. В 87-м году в американском городе Индианаполисе стартовали участники зимнего первенства первого. Через два года выступили впервые. То есть выступили через два года в Будапеште. Второй раз уже сильнейшие легкой атлеты мира. И вот третий старший. Третья проба сил. А, собственно, уже какая проба? Вот наша Ирина Сергеева стартует. Наша коллега, как мы ее... Ну, в общем-то, уже почти точно можно назвать ее. И вот рядом с ней рекордсменка мира. Итак, Ирина Сергеева. В этом году она очень здорово начала сезон. В 7,03 секунды ее был лучший результат. Ирина Сергеева-Привалова, москвичка, студентка факультета журналистики Московского государственного университета. В забеге она выступила очень неплохо. Легко его выиграла. 7,19 секунды. Лишь 3,03 секунды уступила она Отте, которая стартовала в другом забеге. Ну, вот так, рядом с Ириной Сергеевой, лидером сезона, стартует двукрасная чемпионка мира Нелли Фир Уман Голланка. Чемпионка мира 87-89 годов. Рекордсменка мира. 7 секунд ее мировой рекорд. Ну, и здесь же из сильных спортсменок Паулина Дэвис, Багамские острова. В этом году имеет 7,18 секунды. Она на пятой дорожке. Лиляна Ален Кубинка на шестой дорожке. 7,16 секунды. В общем-то, здесь задача, я думаю, для Ирины Сергеевой не очень сложная. Нужно быть четверкой сильнейшей. И тогда сегодня, уже в конце нашего репортажа, вы понимаете, несколько часов уйдут соревнования. И мы выборочно и делаем какие-то основные записи. Вы увидите вновь выступление сильнейших бегуней мира уже в финале. Вот, пожалуйста, вызов, как говорится, брошен. Максер. Ирина Сергеева. 7,9 секунды. Ира Сергеева-Привалова. Я всегда с удовольствием вспоминаю уже с лишним летней давности кадры, когда маленькая девочка, помните, в передачах наших плавать раньше, чем ходить, маленький такой голышок, вытаращив глазки, пуская пузыри, минуту там с лишним плавал, улыбаясь под водой. Так вот, этот вот голышок, этот, спускающий пузырики, это и была Ирина Сергеева, которая сейчас стала спринтером мирового класса. Научилась плавать раньше, чем ходить, но бегать все-таки стало лучше. Еще и еще раз смотрим. Вот эти прекрасные кадры. Все тут предельно ясно. Итак, на пятой дорожке спортсменка финиширует второй. Это Паулина Дэвидс, о которой я уже вам говорил. Вот так началась вечерняя программа состязаний на первенство мира по легкой атлетике. Здесь, во дворце спорта, в новеньком дворце спорта, в Севилье, соревнования будут проходить в течение трех дней. Сегодня на старте, в основном, так сказать, рабочие моменты, предварительные состязания, полуфинальные, квалификационные, ну и три финала. Это толкание ядра у мужчин и два финала на 60 метров у мужчин и женщин. Завтра девять наград разыгрываются, но не считая еще, так сказать, сверхпрограммы, пробные медаль в тройном прыжке у женщин. И воскресенье 14 наград. Ну и сегодня, конечно же, мы ждем успехов от наших девушек, от Ирины Сергеевой. И всех сейчас уже заканчивается вот день, 8 марта. Всех горячо поздравляем. Наших всех близких, родственниц, подруг. Ну и всех наших спортсменок. Всех тех, кто работает сейчас в отставкинском телецентре. Всех, кто смотрит наши передачи. Прежде всего, девушек, женщин поздравляем с нашим весенним праздником, днем 8 марта. Пусть в эти трудные дни все-таки цветут на лицах улыбки. Пусть вам дарят сегодня цветы, я думаю, дарили многим. Ну, давайте не унывать, давайте смотреть, что же, а сейчас я понимаю, собрались любители легкой атлетики, такие настоящие закаленные любители легкой атлетики, в этот поздний вечерний час смотрят нашу программу. Давайте посмотрим, что же в мире происходит в легкоатлетическом, кто есть кто. Итак, это предварительное состязание. Квалификационное соревнование прыгунов в длину. Ну, в общем-то, здесь нужно выполнить квалификационный норматив и попасть в число основных участников. Вот Олег Риховский в центре стоит, член технического комитета Международной Федерации Легкой Атлетики, знаменитый в прошлом прыгун тройным. Сейчас он входит в технический комитет, как сказал ИАФ, а в общем-то в жизни он профессор, доктор технических наук, работает в Московском высшем техническом училище имени Баумана. Ну, а копия его на всю жизнь, это же, конечно, наша королева спорта, наша легкая Атлетика. Ну, в отличие от женщин, для сильнейших спринтеров мира три полуфинала решили устроить. Ну, кто есть голод в этом сейчас забеге? Я думаю, конечно же, это Андре Хестон, который молодой американский спринтер, 257 номер, он катует по четвертой дорожке, который сегодня показал, я скажу, выдающийся результат, 6,52 секунды. 6,52, но если вы знаете официальный мировой рекорд, ну, еще, правда, не утвержденный Лероя Баррелла, американца, 6,48, Виталий Савинус, Нелл рекорд Европы, 6,49, а на чемпионатах мира Ли Макрей в Индианаполисе показал лучший результат 6,50. Для чемпионатов мира вот это рекордное достижение. Так, Хестон показал 6,52 секунды. Ну, кстати, это он вошел в десятку сильнейших спринтеров мира за всю историю легкой Атлетики. Вот, смотрите, за десятку умещается в какие-то ничтожные для обыденной жизни 4,00 секунды. Лерой Баррелл 6,48, Андре Кэсон 6,52 секунды. Итак, Кэсон, четвертая дорожка. Жель и Сасси Кубинец, тоже очень сильный спринтер, топует по пятой дорожке. Майкл Роспейн, спортсмен из Великобритании. На третьей дорожке я почему обращаю ваше внимание именно на него? Да потому что он сегодня, он сегодня в забеге победил самого, того самого Бена Джонсона, канадца. А канадца мы, так сказать, как пряник, приберегли вам для показа во втором забеге. Но события, в общем-то, развиваются весьма, весьма и весьма любопытные спринты. Забеги были интересные. Ну, давайте все по порядку, я не буду открывать вам все хахты сразу. Итак, я понимаю операторов, понимаю режиссера. Андрей Гертон, блеснувший высоким спринтом, стремительным спринтом в забеге. Вот сейчас все ждут, что он и победит. Ну, такой типичный американский темнохожий спринтер. Прекрасно он, как видите, лошон. Мышечная вся система, вся проработана. Очень подвижен. Вот я вспоминаю великого нашего Валерия Филипча Борзова, который перед стартом никогда не делал никаких лишних движений. Выходил, вставал в колодке вот на этих зимних соревнованиях. Ну, тогда были чемпионаты Европы и побеждал. Кстати, он был и в числе обладателя высших мировых достижений. За всю историю мы видим его результаты в списке. Но сейчас результаты немножко лучше. Как хорошо стартовал, так хорошо. На следующий уровень 6.55. Это результат предварительный. Джоэль и Сасси был вторым. Да, я вам не сказал самого главного. А самое главное это кто? Первый и второй это финалисты. Только первый и второй. Три у нас забега. Мы с вами увидим, посмотрим, полюбуемся бегом сильнейших наших быстрейших бегунок мира. Независимо от того, как выступает наш спринтер, давайте уж уговоримся, давайте уйдем от того, что когда-то было такое время, что мы показывали только то, где побеждают наши, наши. Вот так мы приучили друг друга к нашим. И порой уходили из кадра замечательные выступления других мастеров. Ну, на нынешнем чемпионате мира выступают действительно великие спортсмены. Вот мы видим сейчас, только что пробежали и в женских забегах, и в мужских выступают. Здесь выступит и Савьер Сатамая, рекордсмен мира по прыжкам в высоту. И Хайки Дрекстер мы увидим. И Дойну Мелинту, румынку рекордсменку мира. И нашу рекордсменку мира Людмилу Наражиленко. Ну, и, конечно же, здесь все, все полны ожидания, когда же выступит наш выдающийся прыгун в шестом Сергей Бубко. Выступит он завтра. Завтра финал в прыжках в шестом. Ну, вот у Сергея Бубки будут выступления не только здесь. Я думаю, что ему здесь, конечно, очень хочется победить на этом чемпионате. Но впереди у него свой старт, особый старт. Мы называем эти уже соревнования имени Сергея Бубки. Это соревнование мы называем, Бубка называет, «Мастер-600». В прошлом году, помните, он установил там мировой рекорд 6 метров 5 сантиметров. В этом году прыгнул на 6 метров 8 сантиметров. Ну, а может быть, в Донецке прыгнет 19 марта на 6 метров, там, например, 10 сантиметров. Так вот, эти соревнования будут освещать около 100 советских и, в общем, заявлено уже 80 советских и зарубежных журналистов. Но и организации, заинтересованные в рекламе, могут обратиться в Донецк по такому адресу. Улица 50-летие СССР 103, телефон 92-62-57, телек 61-53-95, пыль, телек 61-53-95, пыль. Ну, и реклама увидят или зрители «Стаповской Европы», «Центрального телевидения», «Украинского телевидения». Так что я думаю, что это должно заферендовать наших рекламодателей «Стапов» в «Мастер-600» или «Стаповской Европы» в Донецке, «Готяк» у Сергея Бубки, 19 марта. Ну, а мы продолжаем, продолжаем рассказ. И хотим отметить, что Ирина Сергеева показала результат уточненный. 7,10 секунды. А вот рекордсменка мира, вот видите, какие фасады бывают на чемпионатах мира. Нелли Хуман, двукратная рекордсменка, двукратная чемпионка мира, сдала свои полномочия. Голанга не попала в финал. Вот так бывает. Ну, еще, еще один забег, которого ждут с большим нетерпением. Что-то мне Москва хочет сказать, товарищи Востанкина. Ну, вы понимаете, мы работаем, так сказать, на плече, на одном плече. Я в Севинье. Целая бригада работает в Останкино. Вместе со мной. Если я где-то оговорился, мне подскажут. И за что спасибо. Ну, сами понимаете, вот рабочий момент, что все может быть. Тем более в таком календарскопе событий, каким предстает перед нами чемпионат мира. Ну, вот сейчас все отодвинулось, все отодвинулось. Никакие соревнования больше не проводятся. Почему? Да ясно почему. Потому что все камеры, все фотокамеры, телекамеры, все взгляды зрителей направлены только на участников, имена которых известны, известны, хорошо известны, ну и, так скажем, где-то и не очень хорошо известны. В том смысле, что плохо я говорю о Бене Джонсоне, канадце. Печально известный, может быть, Бен Джонсон. Сколько он накерпелся, бедолага. Два года был, так сказать, отстранен от большой легкой атлетики. Вернулся в большой спорт, грозится побеждать. Но пока вот проиграл в забеге. Может быть, сейчас у него все будет в порядке. Бен Джонсон, помните, его феноменальный бег, феноменальный бег на Олимпиаде в Сеуле. Ох, испортил песню. Испортил песню и мою в том числе. Такой репортаж, помню, получился. А на другой день мне же пришлось вести репортаж в предконференции, где Бена Джонсона объявили, объявили, оценили применение допинга, объявили о дисквалификации, о лишении всех наград, всех его званий, которые у него когда-либо были. И сейчас вот экстрекордсмен... Он даже не экстрекордсмен мира. Его так даже нельзя называть. У него просто не было рекордов мира. Ну, что же делать? Приходится все начинать сначала. Но на пятой дорожке Линфорд Кристи, знаменитый англичанин. Он чемпион Европы, рекордсмен Европы. 6.55 в этом году имеет результат. Чиди Имо, Нигерия на третьей дорожке. Ну, мы видели его в призерах Олимпийских игр. Сурин, Канада, несколько удивил всех, очень здорово выступая в забеге. И вы понимаете, как сейчас все волнуются. Все-таки, несмотря на то, что Джонсон в этом году и побеждали, и победили в этом забеге, но над всеми давлеет, давлеет. И у всех в глазах вот тот его бег, тот сеульский бег, когда он далеко, как говорится, выбежал из 10 секунд. Но Чиди Имо тоже не подарок. И вот очень меня заинтересовал, всех нас заинтересовал здесь, Бруни Сурин, канадец, молодой, относительно 67-го года рождения. Кстати, итальянец Антонио Улло, на второй дорожке стартующий, в этом году имеет результат 6,57 секунды. Из совсем маленькой страны, Сьерра-Леоне, приехал Сануси Турай, на седьмой дорожке. Вот Джонсон не потерял, так сказать, навыков своего старта. Турша сделал сейчас пальцам. Первый, первый. На четвертой дорожке, по-моему. На пятой дорожке, там, по-моему, замечание у Линкорда Крийский, на четвертой дорожке Бруни Сурин, или Андреас Бергер. Да, на третьей дорожке стоит желтый флажок бедствия, так вот мы с короговоркой говорим, трафаретные такие фразы. Ну, что делать? Действительно бедствие. Если второй раз спортсмен берет старт неправильно, его просто оставляют, оставляют зрителям. Ну, что Джонсон? Что Бен? Большой Бен? Биг Бен, как его все называли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ох, какой крипт на состоит. Я думаю, что зрители, так сказать, бились от заклад, кто победит. Линкор Крийский. Линкор Крийский. 6,57. Скорость-то, в общем, не акти какая. Действительно, очень надергались на старте стринкеры. Так, Джонсон пока вот впереди. Линкор Крийский начинает выходить вперед. Вот он в таких вот голубых таких брючках. А Джонсон-то? А Джонсон, по-моему, третий. Чиди Имо. Нигерит. Вот он на третьей дорожке. Смотрите, так. Да, 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 да. Да. Джонсон. Джонсон выходит в полуфинал. А может, и не выходит. А может, и не выходит. Потому что, смотрите, Кэстон 6,55. Эсаси 6,63. И Ролзвейд 6,68. Вот, так сказать, три первых результата в первом забеге. Ну и сейчас над Джонсоном угроза не попасть в финал. Да, я оговорился, сказал, полуфинал. Финал, разумеется. И так мы смотрим и эдак. Так сказать, как переворачиваем это зрелище, вот, как горячий блинчик в руке. И на левую руку, и на правую руку. И так, и эдак. Нет, Джонсон третий. Итак, на старте участники. Третьего полуфинала. Ну и, конечно же, мы его ожидаем с особым нетерпением. Хорошо выступил в забеге Виталий Цавин. Уверенно выиграл Алматинец этот забег. Ну, я думаю, что вот груз столь быстрых секунд, который сделали его на розыгрыше Кубка Советского Союза в Москве, в футбольно-легкотическом комплексе имени Владимира Петровича Хуца, рекордсменом Европы, 6,49 секунды. Конечно, на нем сейчас лежит. Ну, очень хочется повторить свой результат. Как получится, не знаю. Итак, воспитанник тренера Владимира Никитенко, алматинец Виталий Цавин, олимпийский чемпион в эстафете на последнем этапе. Помните, он бежал в Сеуле. Вот сейчас он на четвертой дорожке будет стартовать. Результат у него, в общем-то, не очень высок у Виталия. 6,68 секунды в забеге был показан. Но выиграл красиво. Рядом с ним Оливер Зиргенон, Кот-Дивуар, Андриас Симон, чемпион мира 1989 года. Показал, тоже выиграл свой забег и стартует по шестой дорожке. Ну, рядом с Савиным, с другой стороны, так сказать, левую руку Андриас Бергер, австрийец. Тот самый, который проиграл ему в забеге. Ну, Самуэль Нчинда, камерунец, стартует по первой дорожке. Франц, Рассенбергер, австрийец по второй. Вот какие сильные спринтеры в Австрии. Двое попали в полуфинал. Посмотрим, посмотрим. Как сейчас, ну, нужно быть в четверке. То есть, простите, нужно быть в числе двух первых. В числе двух первых, чтобы стать сразу без обиняков, как говорится, финалистом. Если будешь третьим, так вот сейчас мучайся, как Бен Джонсон. Думай, попал, не попал, попал, не попал. Словно на ромашке гадают спортсмены по времени. В финале-то будет восемь. Ну, как здесь, восемь дорожек. Вы же видите, вот, смотрите. С первого по восьмое. Из каждого полуфинала и полуфинального забега первый, второй уже финалисты. И вот потом смотрятся результаты все остальные. И два лучших по времени добавляются в заветную восьмерку. Так, Виталий на четвертой дорожке. Чуть-чуть помедлился с стартом. Но, судя по всему, финал попал. А старт был неудачный. Ну, как интересно, скорость из тридцать два там с десятыми сотами. Чемпион мира в Будапеште. Я, по-моему, уже рассказывал, что первый чемпионат мира был в американском городе Индианаполисе. Второй мы его показывали. Также показывали чемпионат мира восемьдесят девятого года из Будапешта. Ну, и вот хорошая традиция нашего советского телевидения показывать соревнования сильнейших легкоатлетов мира. Кстати, в этом году вас ждет, я так скажу, ну, прям истинным поклонникам легкой атлетики зрелище, пиршество просто. Ведь будет летний чемпионат мира. Летний чемпионат мира в Токио, который начнется 24 августа. Так что берите, будет у нас прямая трансляция, берите отпуска, садитесь в телеэкраном. Будем много показывать соревнования сильнейших легкоатлетов мира. Ну, у Бена Джонсона результат шесть шесть шестьдесят три сотых. У Кристи результат был шесть пятьдесят шесть. У Чиди Ива шесть шестьдесят. Вот такие, ну, есть такой термин у бегунов, у спортсменов. Зажатые они какие-то. Вот уж очень именитые все собрались. И так они друг на друга обращали внимание, что зажались на старте. И результаты далеки от рекордных. Ну, а тем временем продолжаются квалификационные соревнования по прыжкам в длину. И вот наш Дмитрий Багрянов, чемпион Советского Союза. Такая неожиданность нынешнего сезона. Молодой москвич. Мы помним его как не очень сильного бегуна на четыреста метров. Да еще с барьерами. И вот так вот человек взял и распорядился своей спортивной судьбой. Ну, не получается там, на высшем уровне. И вдруг переменил своей привязанности, стал прыгуном в длину. И стал чемпионом Советского Союза в этом году. Прыгает за восемь метров. Ну, дебютант вообще не выступал на таких крупных соревнованиях раньше. Решили наши тренеры взять этого спортсмена, посмотреть. Пусть поварится, так сказать, сразу в большом старте, да и в каком, на чемпионате мира. Секунда ожидания. Каков же результат? Поздравляет его так. 7.90. Значит, выполнен туризисционный норматив. Ну и Багрянов, в общем-то, делает такую заявку, совершенно неответной ими для тех остальных участников. Делает серьезную заявку на хорошее выступление уже в основных соревнованиях, когда пойдет борьба за медали. В этом году, в общем, в мире лучший прыжок на 8 метров 20 сантиметров, а так основная масса где-то, как говорится, в районе 8 метров приземляется. Ну, а теперь, после столь блистательного спринта, кстати, мы пока еще не знаем окончательных результатов. Андрей Костон, 6.55 и Сати Кубинит, 6.63 вот нам принесли. Почему-то очень долго задерживаются результаты, и мы вам официально ничего не можем сказать, попал Савин в финал или не попал. Так что извините, потерпите. Ну, и перейдем на более длинные дистанции. Так вы видите, что дистанция 800 метров. Снотоки сразу поняли. Минуты 56.40 мировой рекорд. А это вот КР, это рекорд, вот, корриды. Рекорд дорожки. Ну, и здесь выступает наша молоденькая бегунья из Биробиджана Ольга Бурканова. Вы помните, не так еще давно вот бытовало такое мнение, туристов не возим и так далее. Сейчас наши тренеры сборной команды ведут себя значительно смелее и правильно. Бросают, так сказать, в водоворот таких крупнейших соревнований. Вот мы видели нашего прыгуна в длину, который выполнил квалификационный норматив. Кстати, норматив 7 метров 90 сантиметров. Дмитрий Пагрянов, москвич, прыгнул. Ну, и вот сейчас Ольга Бурканова, 21-летняя бегунья, призер зимнего чемпионата Советского Союза. Так набирает она скорость на союзных соревнованиях. И вот я понимаю, какой на ней сейчас груз ответственности для себя, конечно. Так, я думаю, что сверхзадачи тренера не ставили. Побегай, осмотри, посмотри, кто есть кто. Не так страшен счет, как его молюют. Но пока она впереди. А что за ней? Элла Ковач, Румыния. Ну, это очень сильная бегунья. И вот из Германии Гавриэла Леш набирает скорость. Да, кто выходит в следующий круг соревнований? Выходит первые две участницы. Полуфинал выходит первые две. Ну, и потом остальные добавляются по времени. Да, опыт есть опыт. Наша бегунья так хорошо вела бег, но не хватило принтерской скорости на финише. Принтерской выносливости финишировала лишь пятый. Ну, вот мы сделали, товарищи, вы как прекрасно понимаете, некоторую паузу в нашей видеозаписи. То, что был финиш, ну, неудачный для нашей дебютантки. А сейчас мы надеемся, вправе надеять, на опытнейшую Любовь Гурину из Кирова. Вот она сейчас под 167 номером, бежит на втором месте. Спортсменка была призером и чемпионкой Европы, и призером чемпионатов Европы и мира. Ну, что ж, подождем, как у нее пойдут сейчас дела. Мередит Райной, американка, рядом с ней. В такой затеяли они тактическую борьбу, по-моему. Американка обладает быстрым, стремительным финишем, но... И Гурина, естественно, не хочет здесь уступать. Итак, вы помните, первые две участницы выходят в полуфинал. Нацеливается выстрелить быстрым финишем и шаром Стюарт Астралейка. Но, как сказали бы велосипедисты, не удалось ездить на колесо Любе Гуриной. Да. Вот что такое опыт, вот что такое мастерство. Много лет я наблюдаю за бегом этой очень опытной, волевой спортсменки. Не очень удачливой, так скажем. Ну, может быть, удача улыбнется на нынешнем чемпионате. Так, Любовь Гурина. Ну, вот вы видите, результат, в общем-то, не так уж высок. Далек от рекордных. Но кто сейчас смотрит на результат, когда зачет идет по местам? Первая, вторая, в финале. Итак, Любовь Гурина, вернее, в полуфинале. За кадром остаются состязания толкателей ядра. Почему-то могучие мужчины сейчас борются за награды. Но Вернер Гюнтер здесь, конечно, на голову, если не скажу, что выше. Хотя ростом он за 2 метра и весом так килограмм по 130. Вот этот красавец, красавец, что ж там говорится из Швейцарии. Но в этом году имеет результат 21 метр 60, по-моему, 1 сантиметр. Да, 21 метр 61 сантиметр. И вот сейчас выходит в лидеры состязаний. Итак, 20.74, он почти метр выигрывает у Водемюллера, австрийца. У него 19.82. Ну, не дошло еще дело до Сергея Смирнова. По-моему, нет его, я смотрю, на компьютеры нашим, где даются результаты с места соревнования. Вернер Гюнтер. Так, вот он лидер. Не думаю, что кто-то с ним сегодня может соперничать. За золотую медаль. Ну, этот спортсмен норвежский, как вы видите, способом кругового маха толкает ядро, способом, который предложил покойный наш великий тренер Виктор Ильич Алексеев. Был установлен мировой рекорд Александром Барышниковым. В свое время 22 метра. Ян Сагетал, норвежец. Ну, результат невелик. 18.38. У Смирнова 18.87. Как удалось выяснить результат, он пока на 5-м месте. Денинградец. Ну, вот смотрите, товарищи, здесь мы просто фрагментик взяли из предварительного забега, где разыграются места в финале. И вот неожиданность для многих. Молодой бегон из Рыбинска. Серебряный призер чемпионата Советского Союза. Вот он под 240-м номером. Сергей Мельников выходит в финал. Ну, а первым финиширует новый рекордсмен мира в беге на эту дистанцию в залах Нуретдин Мурцели Алжирец. Итак, в финале советский бегун на полторы тысячи метров. Не часто мы, не часто мы видим наших спортсменов, бегунов на третьей дистанции. Вот на таких решающих забегах, которые теперь предстоят Сергею Мельникову в финале. В финале бега на полторы тысячи метров. Это будет уже в воскресенье. Ну, а у толкателей ядра там, в общем-то, вид изменения. Гюнтер застолбил тебе золотую медаль, я так считаю. 20-74 у Водемюлера, 19-82. Ну, и остальные участники, в общем-то, ничем. Вот сейчас только Гудмансон, исландец, 19-66, вышел на третье место. Сейчас посмотрите на прыжок Дитмара Хаффа. Немецкий спортсмен, много лет, мы уже его знаем. Выступает, в общем-то, четко, уверенно, очень далеко не прыгал. Ну, вот так достаточно, чтобы занимать достаточно высокие места. Вот этот прыжок, 8 метров, 10 сантиметров. Это квалификационное затяжание. Так, квалификационная норма 7,90. На 20 сантиметров. И выполнил норму. Ну, так получилось. Думаю, что с таким результатом можно будет стать призером, когда будут основные затяжания. Вот эта рожица улыбающаяся, когда завтра она плачет. Когда идем в порядке, она улыбается на табло. Ну, а что у чудо-богатырей? Вот Игорь Аврунин. Спортсмен из Израиля. Он открывает третью попытку состязаний. Ну, а Бодемюллер приблизился несколько к Гюнтеру. 20-42 у него на втором месте он идет. Ну, и Гудмансон из Исландии. 19-66 на третьем месте. Вот такая пока тройка, претендующая на призовые места. Ну, а тем временем совершил прыжок еще один наш участник. Спортсмен из Полтавы, серебряный призер чемпионата Советского Союза Владимир Очкань. Помните, квалификационный ароматик 7 метров 90 сантиметров. Ну, сейчас электронное устройство измеряет, сколько же пролетел советский спортсмен. Мы видели сегодня прыжок другого нашего участника на 7-90. Кстати, 7-84, я вам гарантирую, что число 12 участников, он войдет. Явно завысили организаторы квалификационный норматив 7-90. А нынешним временам это очень далеко. 7-84, я думаю, что может не беспокоиться Владимир Очкань, он в числе участников основных застязаний. Ну, товарищи, зажались мы с вами и финалы. Я понимаю, что те сейчас, кто смотрит нашу программу, подсматривает и на часы, время позднее, но можно и пожертвовать немного снов. Я обращаюсь к истинным любителям легкой атлетики, чтобы посмотреть застязания сильнейших бегуней мира, которые преподнесли уже некоторые сюрпризы. Ну, я уже говорил, что Нелли Куман, фир голландка, рекордсменка и двукрасная чемпионка мира осталась за бортом финала. И вот сейчас спортсменки готовятся к финалу. У нас уже есть порядок дорожек. Хочу вам... Буду представлять, но хочу вам сказать, что есть то. Итак, на первой дорожке. И что? А Нью-Йоркей, Финляндия? Мишель Финн, Соединенные Штаты Америки. На второй Глен Торрин. Помните, я рассказывал, когда были полупиналы, что у нее была серебряная медаль Кудапешкина на чемпионате МИВ. Она сейчас неплохо выступает. Полупиналы, результат 7,15 секунды. Ирина Сергеева. Ирина Сергеева. 7,10 секунды. Результат в полуфинале. Воспитанец тренера Владимира Николаевича Порощука. Москвичка готовится к финалу. Уже независимо от того, как она выступит, а мы все-таки вот сейчас, как говорится, подстучим по дереву. И пожелаем ей успеха. Повершить сегодняшний праздничный день хорошим выступлением. Но факт говорит даже сейчас. Первые советская спортсменка в финале чемпионата мира встретит на микроспринтерскую 60-метровую дистанцию. Маулинд-Дэвис. Баганские острова. 7,20 секунды. Показал результат в полуфинале. Ну и конечно, спортсменку, которую большинство просят на высшую цепь медитала почета. Знаменитая в бегуне демальти Мазлен-Ости. Мазлен-Ости на 6-й дорожке. Мазлен-Ости. Говорила, что она хотела здесь завоевать две золотых награды и на 60-метровке и на 200-метровке. Ну, 200-метровке вы знаете, она ведь совсем недавно сновила миновый рекорд 22,24 секунды. Григорина-Аллен-Куба по 7-й дорожке и на 3-м Камбе. Трехкрасная чекенка Европы, но лестнего чемпионата немецкой спортсменка на 8-й дорожке. Ну вот, Ирина Сергеева в этом году очень хорошо она выступает и на 60, и на 200 метров. В этом случае показывает результатию получше среди европейских пикуней. Ну и звезда экрана основана от слепого оттуда. И вот сейчас нам финала но пока участница готовится к штату, скажу, что сегодня финал утром. Мы шли в прямом смысл от этого слова Ольга Хардопольцева из Бреста и Елена Николаева из Ильбахтар. Портепелька примерно 3 километра. Викина 400 метров. Полуфинал. Вышли Айлита Юрченко с лучшим результатом среди всех участников. Аликсиска показала 52,15 сотых секунды. И также вышла Людмила Джигалова из Харькова. В коллекционных соревнованиях прыжка в длину. Лариса Бережная из Киевской области и Энета Кравец из Киева выполнили коллекционный норматив. Продолжил борьбу за медаль. А лучший результат у Хайки Дрэкслер. Заменитый Хайки Дрэкслер немецкая спортсменка показала сравнительно невысокий результат. 6,66. Но остальные прыгали не лучше. 15 участниц прыгнули на метр 87. Выполнили коллекционный норматив. Среди них наша Тамара Быкова, Елена Родина. Ну вот собственно такие новости с утренних соревнований. Я все говорю о женщинах. Тем более что сегодня в этот праздничный день вот первую золотую медаль на нынешнем чемпионате мира разыграют именно бегуньи быстрейшие из быстрейших. Ну а кто станет золотой, кто серебряный, кто бронзовый сейчас узнаем. Итак, Ирина Сергеева на четвертой дорожке. Марлен Отти на шестой. Рядом с ними, между ними, Паулина Дэвис в Баганские острова. Гвен Торринс на третьей дорожке Соединенные Штаты Америки. Все. Молчу. Паулина Дэвис Паулина Дэвис Ирина Сергеева среди, 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 среди победа. Багседа. Ирина Сергеева. Прекрасная победа Ирины Сергеевой. О, недаром стучали по дереву. И так Ирина Сергеева. В общем-то я не скажу, что для меня победа это очень неожиданно. В общем-то зонового сезона Ирина. 7,3 и сколько секунды ее репутат в нынешнем сезоне. Она приехала сюда в Севилью лидером первого сезона. Лидером и уезжает отсюда чемпионы мира. Ирина Сергеева. Молодец, коллега. Молодец, студентка, факультета и журналистике. недавняя Ирина Сергеева становится звездой мировой легкой. Детики становятся звездой мирового спринта. Ну, а кто вторая? Кто третий? Давайте смотреть. Итак, какая победа. Ну, знаете, у меня мурашки. Мурашки похожи. Какая красивая победа. Но Оськи все-таки вырывает свое серебро. и третий. Третий, по-моему, была Лилиана Ален кубинка. А может быть Гуэн Торрен. Ну, как бы то ни было, есть победа и первая золотая медаль в день 8 марта завоевана советской женщиной, советской спортсменкой. Победа и какая победа. Еще раз посмотрите этот бег, который войдет в аналы мировой легкой последователя. Ирина Сергеева, Привалова, москвичка, тренер Владимир Николаевич Порощук. Первое место чемпионка мира. Теперь мужской пенал. Теперь мужской пенал. Но я хочу сказать, что женский праздник женщины нас радует сегодня в общем-то больше. Но в толкании ядра уверенно лидирует Вернер Гюнтер в Швейцарии 21 метр 17 сантиметров. Но Сергей Смирнов в финал не попал. 18.87 только девятое место. Засмотрим, как то вытащит сейчас лидеры мирового спринта микро-спринта. Вы помните, что и Бен Джонсон и Виталий Ставин после долгого ожидания были объявлены финалистами. Бен Джонсон стартует по второй дорожке. Наш Виталий Ставин по восьмой. Ну а главный претендент судя по достижениям забега в полуфиналах это Андре Эсссон в пятяно штат Америки он на пятой дорожке. Андре Тимон чемпион мира предыдущего чемпионата в Будапеште. Показал он тогда результат в 6.52 суток секунды. Он стартует по четвертой дорожке. Ну и, конечно, Линфорд Кристи его честь отбраться счетов не входит в случае выдающегося бегуна из Великобритании на третьей дорожке. Андре Кессон Лукаша Либо Андрес Симон Куба Линфорд Кристи Ну а Чиди Иван тоже выдающийся бегун Чиди Пралка добивает обычно более высоких результатов на 100 метров вне года 608 номер Груни Курин Канада И Миталий Савин Который показал результат в полуфинале 6.66 суток секунды Остальные участники имеют результаты лучше Сортовал Виталий очень неудачно Ну как будет сейчас посмотрим Виталий 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 Посмотрим сейчас этот финал и на этом закончим наш репортаж Напомню что завтра 9 золотых медалей разыгрываются 9 в том числе в сочетании по прыжкам в шестом с участием Сергея Пупки Затихают трибуны новехонького стадиона здесь предместе Севилья уже за огромными витринами такими витражами стадиона на противложной стороне я вижу что спущается поздний вечер над Севильей ну а сейчас здесь сорвется стадион вперед всего 60 метров всего ай-яй-яй-яй-яй-яй кто же это нарушил правила у кого не выдержали нервы снова выходят на старт участники Бен Джонсон Бен Джонсон в свое время в его-то время такое блистательное и такое в итоге горькое как он стартовал так копанный стоял в колодках потом срывался и на первых двух-трех шагах опережал соперников но это все предание старины глубокой делами на уши дней а так сейчас что будет сейчас кстати Джонсон Кристи Симон Эссон Имо Сурин Савин Ольга Основ Корридж Корридж Андрей Корридж Корридж П.Горец Корридж К�� Оператор показывает На участниках под номером 257 Андре Гессон, молодой фигур из Соединенных Штатов Америки, побеждает. Результатом 6,54 секунды мы заканчиваем наш репортаж, организованный советским телевидением. Вашим собеседникам в этот поздний час был Александр Хорошев. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok